Великая сила любви. 8 июля в России отметили замечательный праздник – День Семьи, Любви и Верности. Зато Фокина праздничные торжества в честь муромских святых Петра Февронии прошли на подворье храма святого апостола Андрея Первозванного. На праздники чествовали семейные пары, которые долго прожили в счастливом браке. Более подробное мероприятие в нашем следующем сюжете, который входит в эфир в рамках реализации проекта «Культура в событиях города». В разгар лета 8 июля в России отмечают праздник Семьи, Любви и Верности. Выбор даты связан с памятью о муромских святых Петре и Февронии. В православной традиции эта семейная пара служит примером супружеских отношений. В память о покровителях брачных уз в Фокинском храме святого апостола Андрея Первозванного в этот день состоялось праздничное богослужение. Божественную литургию провел настоятель храма Иерей Роман. Многовековая традиция почитания святых из древнего Мурома в нашей стране со временем обрела государственный статус. Это подтверждает приверженность России исконным православным ценностям, в числе которых большая крепкая дружная семья. Это отметил в своем выступлении по случаю праздника глава городского округа Александр Баранов. Эти традиции, они наконец-то утвердились в нашем государстве. Праздник состоялся. Мы чествуем людей тех, которые в течение 50 лет, во-первых, укрепили семью, выращивали своих детей, достойными гражданами нашего государства, честно служили государству. И тем самым показывает, что семья укрепляет не только поддерживает своих близких, но и поддерживает себя государству. Виновниками торжества в этом году стали две фокинские семьи – Буданцевы и Любор. Каждой паре вручили медали за любовь и верность и грамоты, за создание крепкой дружной семьи, за воспитание детей достойными членами общества. Александр Васильевич Любор вынужден был принимать весь груз поздравлений на себя из-за болезни супруги. Однако чувствовалось, что жена незримо рядом с любимым мужем, как и все последние 50 лет. Сохранить семейные отношения на протяжении полувека удается далеко не всем парам. Это нужно выработать смирение. Но смирение в том плане нетерпение. Терпение – это когда ты вроде как терпишь, а потом будет все хорошо. Тебя за это наградят. А тут нужно принять жизнь вот такая, какая она есть. Ну и притираться друг к другу. Супруги Буданцевы прожили в счастливом браке 54 года. Секрет семейного долголетия не является тайной за семью печатями. Галина Николаевна и Геннадий Александрович искрывают рецепт своего счастья и делятся с более молодыми парами, принципами, помогающими сберечь теплое, доверительное, уважительное отношение друг к другу на протяжении долгих лет совместной жизни. Любовь многолика. Она не может быть бесцветной. В каждом периоде жизни у человека есть свои оттенки. Вот, пожалуйста, следовать этим принципам, и все будет прекрасно. Мы, конечно, сейчас самое главное – уважение и поддержка друг друга. Вот всю жизнь мы следуем этим принципам. Поэтому мы до сих пор вместе. Хочу сказать, что совместная жизнь – это труд. И труд должен быть как бы… То есть труд, уважение и верность. Труд, уважение и верность друг к другу. Главным символом праздника семьи, любви и верности является простая полевая ромашка. Неприхотливый цветок способен вынести и летний зной, и проливные дожди. Совсем как крепкая семья, которая готова пережить любые невзгоды. Всероссийский день любви, семьи и верности – праздник, который непосредственно касается каждого из нас. Ведь на семейном счастье строится личное, душевное благополучие. А особенно этот праздник – близок нам всем, потому что мы все несем огонь своей любви по жизни и согреваем их окружающие на близких людей. Завершилась официальная часть торжества праздничным концертом. Музыкальные подарки для семейных долгожителей и всех гостей праздника подготовили творческие коллективы Центра культуры и искусства «Спутник». Таланты вдохновения артистов подарили зрителям незабываемые эмоции, наполненные любовью, верностью и семейными ценностями. Я боюсь шагнуть, фиалки обступили, взяли лес в полон и не дают пройти. И пока весна не распустила крылья, успей-успей произнести. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, да, я люблю тебя. Субтитры создавал DimaTorzok